Александр Моисеевич, Вы иногда называете себя философом. Да. Что это значит, быть философом? Прежде всего, думать о чем хочешь, постоянно занимаясь при этом думанием о своем думании. Больше, чем думать о чем хочешь, думать о своем думании над чем хочешь. Но это только субъективное, мое собственное понимание философа в применении к одному человеку и себе. Еще. Дальше. Но Вы иногда замечали то, что люди вообще резко имеют мужество говорить о себе, что я философ. О, это я просто, просто, я говорил об этом всегда. Нет, не всегда, это неправда. Я говорил об этом последние 6-7 лет. Ни о комморствовать для этого не надо. А что надо? Вы знаете, менее серьезное отношение к самому себе. В конце концов, не все ли вам равно, как кто относится к философии и какое место она занимается в условной социальной иерархии профессии? Ну, это факт. Я когда-то даже пытался статистику маленькую такую сделать. Ну, вот. Так Вы же философ? Ну, какой я философ? Вы знаете, я, собственно, занимаюсь теорией происхождения искусства. Ну, хуйня какая. Нет, это мой комментарий. Да нет, я не философ. Я занимаюсь Фрэгэ, Витгенштейном. Да нет, я не философ. Я занимаюсь историей, философией. Да нет, я совсем не философ. Меня в философии интересует только стилистика. Вот такие ответы. Ну, а что он не достает этим людям, чтобы они не сказали о себе? Просто. Я, философ, занимаюсь тем-то и тем. Я думаю, о любви к философии. Все зайцы знали. Не имеется. Философия не может иметь своего предмета. Она может иметь своим предметом что угодно. Но это что угодно, это вопрос выбора. А выбор предполагает выполнение каких-то условий. Дело в том, что предмет назван просто в таких случаях. Конкретизация. Вот да, вот тогда определите предмет. Нет, она как бы делает всю беседу неинтересной, потому что здесь теряется какой-то субъективный фокус. Вот именно, чтобы не было такой потери субъективного фокуса, я всегда стараюсь не уходить, а просто вполне сознательно говорить. А вот там что такое? Вот философ, человек занимается философией. А что такое философия? Давайте отложим на следующую беседу. Вот, ко времени которой, может быть, я или вы, или мы вместе умрем. Так что она будет и не нужна. Здесь как-то не хочется уходить, ну, если хотите, ну, в область словарей. А вот хочется остаться на каком-то уровне произвольности субъективного. Потому что это всегда оставляет выхода. Ведь философия, как и мышление, далеко не безразлична. У философии нет своего предмета, но она далеко не безразлична к предмету, к которому она. Наоборот, если философ, избрав предмет, к нему безразличен, то ничего не получается. Это-то неинтересно. Это для философа всегда в той или иной степени будет вопросом жизни и смерти, даже если уже больше нет ситуации жизни и смерти. Это, если хотите, как бы Bildungsroman. Вот эти с конца 40-х до начала 60-х. Это роман воспитания. Я думаю, что не пройдя этого романа, очень трудно стать философом. Тому, кто философ, ребенку так без вот Bildungsroman очень трудно. Это возможно, это бывает. И такой Bildungsroman был у Мираба, у Щедровицкого и у меня. Я думаю, что опять же, в принципе, такой жизни нет. Мыслить можно в любой мыслимой жизни. Выбор, жить или философствовать, он дан риторически. Но вместе с тем, это для меня вопрос физиологии и смерти. Я не понимаю, причем-то физиология и смерти. Нет, физиология – это вот такое реальное, реальное жизнь, реальное проживание жизни во всей полноте. и вот когда я говорю, что вот это очень важно, то есть, важнее этого нет ничего для философствующего. Не в смысле его содержания, его философствования, а в смысле, вот как он это делает. вот сейчас сидит, ходит, бежит, летит, спит. Я вовсе не говорю, что это какой-то экзамен, как выберешь, так и получится. Нет, это скорее, опять же, интенсия. может быть, самое важное для философства еще в порядке движения к философству, а не в порядке содержания философии. Вот. Сначала это противопоставление, потом оно, конечно, улетучивается и исчезает. И оно должно исчезнуть. Ну, ладно, а при чем тут смерть? Ну, потому что оно дублируется противопоставлением жизни и смерти. Философ боится смерти, как всякий другой человек. Но он одновременно и не хочу повторять того, что было сказано другими миллионами раз лучше меня. но полнота его философства невозможно только с включением в него смерти, который есть, конечно, в мышлении философа о жизни самое важное, что есть в жизни. философа